Буквально несколько минут назад стали известны самые актуальные и чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете и его работе за последнюю неделю. За последние три дня целый ряд публичных личностей попытались стать членами команды Никиты Михалкова, но получили отказ по разным причинам. Категорическим отказом ответили актеру Сергею Безрукову, актрисе Елене Прокловой, телеведущей Лере Кудрявцевой и актеру Владимиру Машкову. В ряды организации по борьбе с преступностью и коррупцией удалось вступить известному советскому и российскому актеру Евгению Леонову Гладышеву, хорошо известному одной из ролей в фильме «Место встречи изменить нельзя». В Израиле в городе Хайфа Басманный суд города Москвы заочно арестовал и оштрафовал на крупную денежную сумму 13 миллионов рублей известного российского актера и инагента Анатолия Белого, на данный момент проживающего на земле обетованной. Причина ареста – это посты, которые Анатолий Белый опубликовал в своем социальном аккаунте, который порочат и дискредитирует честь и достоинство Российской Федерации. Накануне в Москве арестовали и отправили в камеру временного задержания известного российского и советского актера, главного героя фильма «Бандитский Петербург» Дмитрия Певцова. Дмитрия Анатольевича Певцова обвиняют в преступной связи с арестованным замминистра обороны Тимуром Ивановым и семьей Ксении Собчак. Совсем недавно появилась информация, что данные публичной личности на протяжении последних полугода отмывали деньги с помощью контрактов поставки обудирования и оборудования в зону спецоперации. Стало известно, что большая часть оборудования оказалась бракованным, а другая часть и вовсе не дошла до адресата. Дмитрий Анатольевич Певцов будет находиться под стражей до полного выяснения обстоятельств дел. Известный итальянский актер Микеля Плачеда, сыгравший роль комиссара Катани в фильме «Спрут» приезжает в Москву для личной встречи с Никитой Михалковым. Что это будет? Просто дружеское общение или разговор о сотрудничестве пока неизвестно. Однако по сообщениям итальянских СМИ Микеля Плачеда заинтересовался работой антикоррупционного комитета Никиты Михалкова и решил лично пообщаться с его сотрудниками. К слову сказать, что в организации по борьбе с преступностью и коррупцией уже работает один иностранец – легендарный композитор Раймонд Паулс. Команда Никиты Михалкова, которая помимо российского шоу-бизнеса проверяет и вышестоящие эшелоны власти, продолжает проверку всех членов семьи Сергея Шойгу, включая самого бывшего министра обороны, его дочь Ксению и зятя Алексея Столярова. На данный момент ведется проверка имущества, недвижимости и финансовых счетов данной семьи. Напомним, что семья Сергея Шойгу обвиняется в преступной связи с арестованным за министра обороны Тимуром Ивановым. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагические новости о семье певицы Натальи Королевой. Сегодня рано утром в институте Склифосовского, где находился сын певицы Натальи Королевой, архив Глушко, произошло чрезвычайное событие. Сын известной певицы, на которого было совершено нападение несколько дней назад, пережил клиническую смерть и остановку сердца. Состояние 23-летнего архива Глушко диагностируется как критическое. Отметим, что архива Глушко даже в случае положительного исхода за все его тяжкие преступления ждет незавидная судьба. Сын певицы Натальи Королевой отправится на пожизненное наказание в исправительную колонию особого режима «Черный дельфин». Однако перед этим он должен побывать в зоне спецоперации и попытаться искупить свою вину. Зрители с большим стажем могут помнить, что архив Глушко обвиняется в нескольких тяжких преступлениях, среди которых убийство ректора Института культуры Арсения Миронова. Сегодня день рождения празднует итальянский актер Микеля Плачеда. Известному актеру исполняется 78 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.